Сегодня у нас особенный день. Первый раз за все время, что я здесь пытаюсь найти работу, меня пригласил на встречу работодатель. Не рекрутер, а работодатель. Вот сейчас поеду и с ней пообщаюсь. Посмотрим, как это выглядит вживую и расскажу вам. Ну что, вот так вот. Набрал документов целую кучу, форма W9, разрешение на работу, взял несколько экземпляров резюме, пойду общаться. Попытаюсь убедить работодателя, что они меня даже доступны. Очень буду устраиваться. Итак, я уже в пути, еду до компании, в которую я оплаиваюсь всего минут 13 езды, совсем недалеко от нашего дома, по местным меркам. Главное найти это здание, где это, что это. Это какой-то такой район индустриальный, там никто не живет, только всякие офисы, какие-то там другие складские помещения и все такое. Поэтому будем искать, в общем, где это находится. Я думаю, что не заблудимся. Я уже многократно пытаюсь везде оплаиваться, устраиваться, предлагаю себя в работнике. Вот. Ну, стараюсь, конечно, программистом, но в данном случае сейчас я еду не на должность программиста, а на должность, как сказать, администратора системного, что-то вроде того. Фирма, в которую я хочу устроиться, они занимаются хранением данных, точнее, как устройством вот этих всех серверов, хранение данных, поддержка их для всяких СМИ. То есть, всякие журналисты снимают материалы, им надо где-то их сохранять, оставлять. И вот эта компания для них это все устраивает, чтобы они могли удаленно где-то через интернет сохранять свои данные. И вот им нужен работник, который будет также помогать с всякими настройками Linux серверов, бэкапов, все такое. Вообще, в Америке, ну, по крайней мере, как я это на себе почувствовал, довольно сложно найти первую работу, зацепиться где-то, если у тебя, конечно, нет каких-то супер выдающихся данных или очень подходящих скилзов и так далее. Как бы, ну, как выяснилось, у меня они не очень популярные мои знания. Здесь уже достаточно устаревший язык, сейчас более популярные другие языки, поэтому я пытаюсь устроиться в любую IT-компанию, хотя бы чтобы это была IT-компания, чтобы развиваться в этом направлении. Был у меня такой послужной список в IT-сфере, чтобы, ну, дальше можно было в это направление расти. И были у меня рекомендации от таких фирм. Ну, как, рекомендации, не рекомендации, отзывы, скажем так, о моей работе. Итак, я приехал на место, на улице Дождик. Идет небольшой морозит. У меня еще есть 10 минут примерно до интервью. Почти не мандражирую. Да нет, мне сказали, мне, брат мой сказал так, что самое лучшее интервью, которое он сдавал, проходил, это были те интервью, когда он не сильно хотел устроиться в компанию. То есть он был такой на полном расслабоне, говорил всякую чепуху. И тогда им восторгались очень сильно и говорили, ты там подходишь, мы хотим тебя взять на работу. Вот примерно так. Ну, я, конечно, немножко утрирую, но сам факт, что, как бы, ну, чего напрягаться. Вот, вероятность, что меня возьмут, она ничтожно мала. Вот, тем не менее, настрой уверенный, что ты самый лучший специалист, что лучше тебя им просто не найти. И все будет хорошо, я так думаю. Посмотрим. Успехов! Так, я опять в машине, отстрелялся. Что вам сказать? Процесс весь моего общения занял где-то минут сорок, наверное. Захожу в их здание, оно одноэтажное. Не знаю, там, может быть, всего в их офисе кабинетов, может, восемь, так примерно. Я там за углом не видел, что у них делается. Вот, захожу на, скажем так, стойки регистрации, или как это можно назвать, никого нету. Такая обстановка домашняя. Кто-то там где-то в соседнем кабинете разговаривает открытом. Я туда, ну, сначала так зашел, присел на диванчик, думаю, ну, кто-то выйдет же, наверное. Смотрю, никого нету. Заглянул там в ближайшую открытую дверь. Вот, там какой-то товарищ. Там, типа, привет. Вы кого-то ищете, кто-то вам нужен. Ну, и там еще, там, такого-то, такого-то, Эрика. Он, а, Эрика, ну, сейчас, типа, позову. Пошел, позвал Эрика этого. Это тот, с которым я переписывался, собственно, об этом интервью. Вот. В это время зашли какие-то другие работники. Там человек трое, не знаю, может, куда-то выходили что-то купить или еще что-то. Ну, веселые, разговаривают. Ну, так, все так вот. Очень дружелюбно, обстановка такая спокойная. Внутри все чистенько, красиво. Вот. Ну, и все, пришел этот Эрик. С ним, за ним пришел там еще один какой-то бородатый товарищ. Видимо, какой-то, ну, тоже техник какой-то, ну, если программист, администратор, что-то такое. Это уже потом понял. Вот. И мы зашли вместе в кабинет отделе. Ну, видимо, какой-то зал специально у них для каких-то вот мероприятий, где они что-то демонстрируют на экране, что-то обсуждают. Ну, то есть, такой вот конференц-зал. Вот. Ну, и все, они сели за стол. Они сели в войну против меня. Ну, как всегда, привет-привет, как дела? Там, вот. Все дружелюбны, улыбаются, все нормально. Вот. Этот Эрик. Ну, как обычно, начинаются все разговоры на эту тему. Значит, ну, кто, откуда, там, расскажи о себе. Какой у тебя статус вообще. Есть ли у тебя разрешение на работу. Где ты раньше работал. А, ну, тут они, я уже рассказывал, они читали мой резюме. Они знают, где я раньше работал. Они пошли спрашивать. Вот, вот ты там на твоей работе работал. Что ты там делал. Чем занимался. Какие твои, там, самые большие достижения. А знаешь ли ты, там, такую технологию. А знаешь такую. А как ты использовал вот это. Ну, в общем, давай все расспрашивать. Вот. Все там тонкости, подробности, успехи, неудачи. А что тебе не нравится. Спросили, просили, например, вот ты приехал в Америку. А что, а что вот, ну, тебе показалось вообще таким необычным. Вот. Ну, мне сразу в голову пришло первое, что говорю. Что людей, говорю, на улице нет. У нас, говорю, в стране везде всегда, ну, люди ходят, что-то делают. Жизнь кипит на улице. А здесь вся жизнь или в помещениях, или в машинах. Ну, только где-то в парках люди. А так по улицам, как бы, все. Довольно пусто. Вот. Да, да, типа есть такое. Вот. Ну, все. Давай меня конкретно. Я же поехал сейчас с администратором устраиваться, не программистом. Хотя мы тоже с ним поговорили и по программированию. Ну, то с ним, то с его вот этим напарником. Он, когда у этого Эрика вопросы заканчивались, он предлагал напарнику что-нибудь у меня поспрашивать. Тот что-то спрашивал. Вот. Спрашивали по Линуксу там. По каким-то командам, по всяким, по, ну, по протоколам сетевым, там, по RAID массивам. Ну, в общем, всякое такое. Вот. А, первое дело, когда еще мы начали разговаривать, они спросили, вот, ну, ты же там смотрел наш сайт вообще? Вообще понимаешь, чем мы занимаемся? Ну, как бы, логичный вопрос. Я, естественно, смотрел их сайт, я понимаю, чем они занимаются. Я, вот, расскажи, вот, как ты понимаешь, что мы делаем? И вот я им рассказывал, что они делают. Ну, как бы, всю дорогу они кивали одобрительно головой. Ну, надеюсь, они меня правильно понимали. Кстати, поинтересовались, говорят, а где ты учил английский? Говорю, ну, в школе учил, там, в институте. Вот. Спросили, естественно, как давно я сюда уже приехал, уточнили. Ну, не знаю. Не сказали, что, парень, тебя вообще невозможно понять или еще что-то такое. Ну, как я видел, они вполне, как бы, понимали, что я говорю, правильно реагировали. Думаю, моего произношения было достаточно для нашего общения. Я буквально или один раз, или, может, два раза, ну, не очень понял, что они с меня хотят и переспросил. То есть, в основном, было все и мне понятно, и, надеюсь, и им тоже понятно. Вот. Что еще сказать интересного? Ну, да, то есть, в основной объем нашего общения, это было, они, ну, пытались оценить, насколько я умный, скажем так. Насколько я в теме, которая нужна для их работы. Вот. Ну, в общем, они общались, мы общались, общались. Ну, вот. В конце концов, они, ну, когда мы уже договорились, скажем так, по всем тематикам необходимым, ну, видимо, они уже поняли, что они меня все-таки брать не хотят. Вот. Они это аргументировали таким образом, говорят, что, ну, как бы, это все здорово. Ну, мне обычно так все время говорят, что ты классный парень, все хорошо, вот, но мы тебя не возьмем. Не сказал он там, потому что ты там такой тупой, ты там чего-то не знаешь, ты там не владеешь какими-то технологиями. То есть, ну, в принципе, я им все на эти вопросы отвечал, и объяснял, и рассказывал, и так далее. Их должно было это, по идее, удовлетворить. Ну, он сказал, что проблема, говорит, это языковой барьер. Дело в том, что у них именно такое отделение, которое занимается поддержкой пользователей. То есть, удаленно они поддерживают вот этих вот пользователей, там, журналистов, там, еще какие-то там отделы. Вот. И им надо, чтобы их работники могли оперативно иметь общение с клиентами. Вот. Причем, говорит, у нас так бывает, что вот, ба-бах, и какая-то там ситуация резкая, вот, надо там чуть ли не за, там, пять минут что-то решить. Ну, а если тебе надо будет это только объяснять пять минут, что требуется, вот, и так далее. Ну, как бы я вроде как не так хорошо понимаю английский язык, то, ну, нам это не очень подходит. Нам, конечно, нужны, говорит, люди, которые владеют там разными языками, в том числе и русским. Но, говорит, у нас уже есть русский администратор, поэтому у нас это не горящая позиция. Вот. Ну, в общем, все здорово. Пожелали успехов и удачи, но, говорит, именно языковой барьер, это, говорит, причина. Ну, это был интересный опыт, скажу так, интересно послушать, посмотреть, поотвечать, прокачать свой английский язык, в конце концов. Вот. Это было интересно. Все, мы попрощались. Он спросил еще, когда я уходил, спросил, как далеко я здесь живу. Ему сказал, говорю, ну, там, чуть больше десяти минут примерно. Он, ага, ага. Кто знает, может быть, он еще подумает, одумается, позвонит, напишет, скажет, о, там есть какая-нибудь позиция. Ну, это так, мечты мечтами. Мало ли что. Вот. Ну, в общем, мы на такой дружественной ноте разошлись. Вот. Пожали руки и, как бы, я вышел в свою машину. Ну, так вот. Попробовали пообщаться, поустраиваться. Теперь поеду по другим делам. Вот. Спасибо. До свидания.